Привет всем на канале Парфум Кинг и сегодня мы с вами поговорим про ароматы, которые будут со мной и на мне в сентябре. Что можно сказать, лето заканчивается. Этот ролик я снимаю в конце лета, выставлю это видео наверное 1 сентября, возможно 1 день до 1 сентября. И я решил вообще в своем канале разбить всю осень на 3 месяца и посмотреть как мы будем проходить эти 3 месяца. И начнем нашу подборку конечно же с 3 бюджетных ароматов на осень. Это значит, что в начале осени можно пойти будет и попробовать все те ароматы, которые я вам сейчас покажу. Но давайте пофантазируем. Сейчас начало лета, еще не осень для меня. И я думаю какая будет осень. И мы сразу представляем сентябрь. Сентябрь, как правило, первые 20 дней это самое, одно из самых лучших, не знаю, времен дней лета, Лето, дней осени, дней года. Это фантастическое, это теплое, это прохладное утро, нагревание города, нагревание температуры к обеду и потом приятные, к правилу, вечера. Опять-таки с легким прохладным осенним ветерком. От этого будем исходить. Будем представлять то, что первые 20 дней скорее всего будет более-менее тепло, а потом начнутся какие-то дожди и потихоньку мы будем уходить по температуре вниз и вниз. Я долго думал, как все это спланировать и потихоньку подобрал три, которые скорее всего будут на мне. В этом сентябре три бюджетных. И первый, с которого я начну, это Tommy Hilfiger Tommy. Вот такой вот флакон. Ничего особенного, купила в свое время, достаточно дешево. Мне повезло, в полный флакон, новый купил, конечно, запакованный. Этот аромат, это аромат из 90-х. Из 90-х. Даже, мне кажется, что какой-то был знакомый нас в семье или кто-то, у кого был подобный аромат или этот же. Потому что я все время вспоминаю что-то из детства, меня навеивает. От того детства 90-х. И это аромат про свежесть. Это свежий аромат, типа вышел из душа, я не знаю, что-то вот такое. Но он не настолько прям супер свежий, типа свежесть и только свежесть. Он немножко такой, слегка тяжелая свежесть. Назовем мы это вот так. Слегка тяжелая свежесть. И скорее всего его я буду одевать утром. Сентябрь, утро, когда прохладный ветер, я его нанесу. И в чем еще дело в том, что он супер мега стойкий. Он очень стойкий и он шлейфовый. Четыре пшика сделайте. Вам этого хватит до пяти вечера. Легко хватит до пяти вечера. Вот с этими мыслями я подхожу к этому. Начало сентября, скорее всего, я буду его одевать. И буду до шести вечера себя чувствовать замечательно. С вот этой вот слегка тяжелой свежестью, как я ее охарактеризовал. Вечер сентября хочется что-то сладкого. Чуть-чуть послаще что-то. Будет, скорее всего, прохладно. Будет температура, наверное, градусов 20-18-17. И для этого будет у меня Борбери Формен Лондон. Я его обожаю. Он супер универсальный. Некоторые пишут мне в комментариях, что они его одевают даже летом. Он был у меня раньше зимним. А в этот раз я протыщу его в сентябре. И я думаю, что я точно не ошибусь. Я думаю, что он абсолютно точно мне подойдет. Он корица. Он корицевый. Он сладковатый. Он... Есть цитрусы в нем, я думаю. Не помню в таблице уже. Но по ощущениям есть здесь цитрусы, есть корица. То есть он такой... Сладковатый, но не сладкий. Я не могу назвать его сладким. Это кайф. Если его нанести вечером, в 6-7 вечера, и легкий ветерок будет дуть. Ой-ой-ой. Это будет красота просто. Это будет мой второй. Шлейф у него хороший. Неплохой в принципе. Он комплементарный. Стойкость где-то 3-4 часа. Легко. Легко. И вот третий. Я его скорее всего начну уже вводить в эксплуатацию после 20 сентября. Когда уже будет начинать холодать. Как я себе это представляю. Как я это себе фантазирую. И этот аромат странный. Потому что я его в свое время купил дешево в ТК Макс магазин. Или ТДЖ Макс в Америке. Он называется за 20 долларов всего лишь. Стоит он на онлайн магазинах немножко дороже. Около 30-35 некоторые. В общем это будет не очень популярный аромат от Данхилл. Это Данхилл Кастом. Я долго думал почему он не такой популярный. А потом понял. Когда я его только купил. И начал им пользоваться. Я понял что для меня это стал просто какой-то аромат для душа. Типа вот я после душа люблю. Провести вечер с каким-то ароматом. Как бы вечернюю душу я имею ввиду. И вот он. Я не представлял себя. Себя выходящим в нем на улице. Но я не знаю настаиваются ароматы или не настаиваются. Мне кажется что все таки они действительно настаиваются. Он настоялся. Шлейф он не приобрел. Но стойкость он приобрел. И он приобрел стал более густой. Это аромат про. Это яблоки и перец. Это мужской. Не тяжелый. Вот я не могу сказать что он тяжелый. Просто он мужской аромат. Он не легкий. Он не тяжелый. Он просто мужской. Представьте сверху яблоко. Но база у него все равно такая перечная и спецовая. Он прикольный аромат. Реально прикольный. Но начал. Нравится он мне только сейчас. Последние дни я его достал. Я понял что он настоялся. И он у меня переходит из категории для душа. В категорию сентябрь. Возможно начало октября даже. Он даже скажу больше. Он мне напоминает дождь. Интересно? Мне да. Интересно. Вот я его вдыхаю и дождь. Дождь. Деревья без листиков. Пальто. Идешь. Ну у меня еще будет футляр со скрипкой на спине. Скорее всего. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там много музыки кстати. В общем вот такие вот будут три моих бюджетных аромата на сентябрь. Напишите в комментариях какие будут у вас три. Какие у вас будут три аромата на сентябрь. Я с удовольствием почитаю. Мне очень интересно. А ты ищу что-нибудь. В общем мне это очень нравится. И находиться в контакте со своими подписчиками мне тоже нравится. Пишите. Я все попробую. Если у меня будет возможность. И я желаю вам всего самого лучшего. Я вам показал то что будет на мне и у меня. Думаю вам понравилось. И вам было интересно. Всем хорошего дня. Пока. Мой инстаграм. Не забываем. Удачи.